Конечно, кредиты и деньги сейчас Республике Молдова нужны как воздух, потому что не вина этого правительства, что им в наследство досталась экономика Республики Молдова, которой нет. Хотя, во многом это их вина, потому что там очень много людей, которые, собственно говоря, Республику Молдова к этому состоянию клинической смерти и привели, по большому счету. То есть вы считаете, что мы находимся экономически сейчас в состоянии клинической смерти? Нет, я вообще считаю, мы поговорим об этом отдельно, но я вообще считаю, что у нас экономики как такой вообще нет. Ее просто не существует, и я могу обосновать эту точку зрения. Так вот, давайте вернемся к кредиту. Да, кредит нужен, без вопросов. И да, конечно, этот кредит нужно искать везде, где возможно. Но почему у нас в Республике Молдова все получается как всегда? Вот об этом кредите, допустим, когда мы говорим про нормальный процесс выделения займа, допустим, МВФ, допустим, Международный валютный фонд, допустим, Франция, Германия, идет процесс подготовки длительный, когда, собственно, публикуется проект документа по этому кредиту, обсуждаются условия этого кредита. И все это самое важное. Это все происходит так, что об этом знает общество, об этом знают экспертные круги. Почему в данном случае все, как всегда, делается под столом, рассовываются какие-то... Нам с ноября месяца рассказывали про кредит. А вы что-то слышали про условия этого кредита с ноября месяца? Сначала говорили, что будет 500 миллионов долларов, потом сказали, что будет в начале года 300 миллионов долларов. Сейчас нам говорят о 200 миллионов долларов, которые мы получим сначала 100 миллионов, а, возможно, к 31 октября еще 100. Этот кредит, конечно, нужен, но его опять выстаскивают из-под стола, понимаете, как туз из рукава, вытаскивают и бросают нам на стол. То есть абсолютно никто ничего про этот кредит, про условия его кредита, про дополнительные, про то, какие положения там содержатся, никто ничего не знал. Мне это в каком-то смысле напоминает всю эту историю с меморандумом Козак в 2003 году, когда его вдруг вынули из-под стола, положили на стол и сказали, ребята, вот это вы все должны принять, понимаете?